Аллах говорит в Коране, какое у человека сердце, мягкое или жесткое, зависит от его действия и его поведения. То есть опять же возьмем его ахляк, его гилк, его нравственность, это все зависит от его сердца. Одним из важнейших способов смягчить сердца является чтение Корана, прослушивание Всевышнего. Поистине в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце. То есть в Коране напоминание для того, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом. То есть когда человеку читаются аяты, он должен слушать и должен сердцем это принимать. Также Аллах говорит в Коране, «Увещай же Кораном тех, кто страшится моей угрозы», говорит Всевышний Аллах. Также Аллах говорит в Коране, Аллах не спасла наилучшие повествования, писания, Коран, аяты которого сходные повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь, а потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Также Всевышний Аллах обращается и говорит, Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих преисполняли смирение, при упоминании Аллаха и того, что не способно из истины? И чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца сделались черствами по прошествии долгого времени. То есть со временем они стали жесткими сердцами. Аллах это все нам не спасла от Аллаха эти аяты, чтобы мы задумались, уважаемые братья. Этот Коран, если бы Аллах не спасал бы на горы, то бы эти горы бы раскололись от страха перед Всевышним Аллахом. Как Аллах говорит в Коране. Если бы мы не спасали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она исполнена смирение, раскалывается от страха перед Аллахом. Такие причты мы приводим людям для того, чтобы они размышляли, говорит Всевышний Аллах. Также помогает нам лечение наших сердец. Это то, чтобы человек чаще вспоминал смерть. Каждая душа вкусит смерть. Также Пророк побуждал, говорит. Посещайте могилы, они вам напомнят о смерти. Чаще вспоминайте прерывающее наслаждение, то есть смерть. То есть опять же человек не должен полностью загнаться там в комнате, закрыться и только о смерти думать. Он должен делать благие дела и понимать, что это все в этой жизни временный итог наш. То, что мы с этой жизнью все уйдем к Аллаху. Также вспоминать те истории, которые Аллах упоминает в Коране. От тех общин, которые были до Пророка Мухаммада, когда они возгордились, какой же итог был наказание. Также много поминать Всевышнего Аллаха, делать благие дела побольше, отдаляться от запретного, то, что запретил Всевышний Аллах. Также смотреть на нищих людей побольше, на больных людей. И это тебе дает то, что твое сердце становится мягким. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалам, сказал, Смотрите на того, кто ниже вас, и не смотрите на того, кто выше, ибо это поможет вам не считать ни одну из милости Аллаха незначительной. Также очень часто бывает то, что у человека болеет сердце, это когда он общается с ненужными людьми, которые его всегда приглашают на греховные дела. Он должен остраниться и должен побуждать своих. Не они должны влиять на него, а он должен влиять на них, чтобы они поклонялись Аллаху. Также укрепляет наши сердца и дает оздоровление нашим сердцам. Это когда человек почитает шариат, когда человек возвеличивает обряды, знамения Аллаха, как Аллах говорит в Коране. Кто почитает обряды и знамения Аллаха, шариат Аллаха, и это и есть из богобоязненности в сердцах. Также, когда человек чересчур много смеется. Смеяться можно, шутить можно в исламе, но однако чересчур, когда он смеется, каждый день только смеется, у него нету серьезности, это умер в тля и сердце. Пророк Мухаммад сказал, когда человек много чересчур смеется, это убивает, умертвляет его в сердце, сказал посланник Аллаха. Дай Аллах, чтобы наши сердца были чистыми, искренними перед Всевышним Аллаху. Ни в коем случае мы не должны поддаваться шайтану. Если же шайтан заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь. То есть, когда ты сидишь с несправедливыми, с грешниками, они способствуют тому, что ты забываешь об Аллахе, вспомни об Аллахе и не сиди больше с ними. Где ты слышишь, где издеваются над аятом Аллаха, где люди чересчур ненужными вещами обсуждают. Отдались от них, поминай Всевышний Аллаху. Дай Аллаху, нам из этого мало, что мы рассказали, чтобы главное дело, чтобы мы все это приняли нашими сердцами. Это не мои слова, уважаемые братья, это слова, которые мы прочитали из Священного Корана и из сунны пророка Мухаммада. Субтитры создавал DimaTorzok